Ну что же, приветствую братья! Вы давно просили также этот прогноз. Джек Шор против Тимура Валиева. Ну а перед началом данного ролика, кто не подписан, подписывайтесь, но мы начинаем. И начнем мы с Джека Шора. Это 16 боев, 16 побед, 4 нокаута, 8 сабмишином, 4 решения. Друзья, знаете, а этот Джек Шор действительно такой крепкий орешек, да? Молодой, голодный, заряженный, разносторонний, разноплановый боец, что можно за него отмечать, да? Неплохо и в стойке, неплохо и в грэплинге. И действительно, кто-кто, вот Джек Шор действительно будет представлять опасность для Тимура Валиева, да? Вот. Что же касательно Тимура Валиева? Это 20 боев, 18 побед, 5 нокаутом, 2 сабмом, 11 решением. 2 поражения, 2 решения. Вот. Касательно по оппозиции. Ну, конечно, у Тимура Валиева здесь оппозиция получше была, ничего не сказать. Опыт также на стороне Тимура Валиева. Но это противостояние интересно. Что действительно покажет Джек Шор, выйдя вот на Тимура Валиева, да? И действительно, я очень долго размышлял над этим поединком, что и как будет слаживаться. Вот. В грэплинге, я думаю, что, ну, Тимур Валиев не позволит себя все же там переводить, и чтобы там Джек Шор попробовал на какой-то болевой или удушающий поймать еще, да? Это мое мнение. Вот. В стойке поединок будет довольно конкурентный. Но, мне кажется, определенное преимущество все-таки-то у Тимура есть в стойке. Вот. И мне кажется, поединок будет складываться примерно на таких обоюдных, знаете, вот. То будет казаться, что Джек Шор может ведет, то будет казаться, что Тимур Валиев, да? Очень напряженный и яркий поединок будет, как по мне, проходить. Потому что Джек Шор – это реально сейчас один из самых также опаснейших оппонентов, которые были в карьере у Тимура Валиева. Ровным счетом, как и для Джека Шора, Тимур Валиев сейчас является очень опасным для него. Вот. И мне кажется то, что здесь очень хорошо просматривается такая ставочка. Не знаю, какой кайф на это будет давать. Тотал более полутора, как основная. Надеюсь, более-менее на нее будет давать. И полная дистанция здесь также просматривается, да? Вот. Потому что все-таки, мне кажется, поединок будет конкурентный, более-менее равный и напряженный. Но все-таки что-то, какая-то чуйка, интуиция мне показывает, что все-таки за счет более лучшей оппозиции и опыта Тимур Валиев заберет поединок с судейским решением. Но это уже далеко не основная ставка. Это в рейс-экспрессы. Вот это мое мнение. Вряд ли тут какое-то можно ожидать, в принципе, раннее завершение. И, в принципе, я не жду здесь досрочного завершения ни от кого. Что ж, всеми мыслями по данному поединку я с вами поделился. Теперь вы делитесь своими мыслями в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение по данному противостоянию. А у меня на этом все. До новых встреч, до новых прогнозов. Субтитры создавал DimaTorzok